Давно отгремели страшные годы Великой Отечественной войны. И тех, кто знает о ней не по рассказам ветеранов, книгам, кинофильмам, остались единицы. Среди них не только герои, которые ковали победу своим героизмом на фронтах, но и самоотверженные труженики тыла. Они заплатили огромную цену за победу в Великой Отечественной войне. Каким был моральный дух людей в тылу, об этом рассказывает героиня нашего сюжета Екатерина Михайловна Кравченко. Я еще молодая была, маленькая еще была. Я уже забыла, ничего не помню. Это было давно, а мне уже сколько? Уже 96-й год. Раньше в Сибири я жила, в Сибири, Омской области. На быках пахали, на коровах баранили, все делали. А здесь я работала на свекле, свеклу убирали, потом из венево я была, вот, свеклу убирали. Говоря о героических делах народа, в годы войны особенно хочется сказать о трудовых подвигах женщин. В первые дни войны, преодолевая огромные трудности, они заменили своих мужей, отцов и братьев у станков. Великая тяжесть легла на хрупкие плечи женщин и детей. Без выходных, без отдыха вручную работали. Их труд золотыми буквами вписан в героическую летопись истории нашей Родины. Переехали они в 56-м году в Сибири. Устроилась сразу в колхоз. Начала работать с веневой. В 4 утра вставала и ходила, ну, кому куда идти. А так в основном она и на телятах была, и в основном свекла. Папа умер в 95-м году. Он был у нас на комбайне работал. И вот она одна осталась. Мы стали сюда почаще, конечно, приезжать. А вот в последнее время вообще у них. Ну, так она еще выходит в огороде, что-то делает. Ну, уже ноги болят. Четверо внуков. Два мальчика и две девочки. От меня только один внук, а от брата трое там внуков. А внуки приезжали? Ну, вот на Пасху приезжали все. Десять человек. Свою любовь к труду Екатерина Михайловна пронесла через всю свою жизнь и прививала ее своим детям и внукам. Вместе с мужем Андреем Филипповичем они воспитали двух замечательных детей и четыре прекрасных внука. Часть-то желаю, чтобы тоже так, как работали мы и молодежь помнили, как мы работали. Мы тогда, не покидая рук, все делали. Вот я желаю, чтобы они все работали и знали за что. Мы хотим рассказать о следующей нашей героине, жительнице поселка Дружба, Любовь Алексеевне Горзиенко. Когда началась Великая Отечественная война, девочке было всего 9 лет. С болью в голосе и слезами на глазах, труженица тыла рассказывает о своем детстве и юности. Когда началась война, мне 9 лет было. В 41-м началась 9 лет. Я всю жизнь проработала учительницей. Работала и в Ходзе, работала в Элите, на Игнатьевске. И потом меня прослали сюда. Здесь я уже много-много лет живу. Дети здесь родились. Вспоминаю, в 43-м немцы прошли как раз на купание в Адыгею. И Лита я в Элите с мамой жила и с папой. И это уже 9 лет, это уже в 41-м. В 43-м уже мне дети. Один. Ага. И немцы заехали. Много их очень было. Мы все прятались. Родители с соседями сделали окопы такие. Залазили туда, бомбили. Завод у нас был там эфиром отслиничный. Разбомбили. В общем, было очень трудно. Ходили по немцам, по домам. Собирали еду и все. В общем, свое вставляли. Библиотеку всю выкинули. Книги сжечь собрались. Я помню, мы с подругами выбирали, какие хорошие книжки брали себе. Потом их выгнали. Они подряд все забирали. Даже коров и тех взяли с собой. Все восстановилось. Восстанавливалось. В Майкопе я училась, на учительницу. Там все было разрушено. Вот Майкоп сейчас даже не сравнить. Вспомню, как все разрушено было там. В общем, хозяйничали, думали на многое, но не получилось. Получилась победа. Сейчас ей уже 92 года. В этой обыкновенной женщине ничто, казалось бы, не выдает человека с поистинно героической биографией. Да и сама она так не считает. Просто время было такое. Что и говорить. На долю того поколения выпало немало бед. Голод, война, разруха и тяжелый, иногда непосильный труд. Семья у меня хорошая была. Мама с нами жила моя. Вот она помогала. Детям. Трое детей работала. А тогда еще на курсы в совершенствовании на месяц посылали. Уеду. Проезжала, конечно. Ну, а мама здесь все с детьми была, с моими. Муж рано умер. В 87-м. Чтобы, деточки, чтобы ваши мужи, я, сыны, внуки, чтобы живые и здоровые были. Чтобы все отлично было в жизни. За это время Любовь Алексеевне не раз вручали почетные грамоты, благодарственные письма. Она награждалась юбилейными медалями. Всю жизнь она проработала учителем. Воспитала трех замечательных детей. Тяжелая утрата сильно пошатнула ее здоровье. Недавно умер старший сын Любови Алексеевны. Но помогает жить любовь и забота близких людей. Они всегда рядом со своей мамой. И сейчас, поздравляя ветеранов войны с Днем Победы, мы не должны забывать о тружениках тыла, которые, не жалея себя, приближали этот великий праздник. Низкий поклон всем, вынесшим на своих плечах тяготы и лишения военного лихолетия.